Обменялись взаимными страхами и поговорили об Украине. В Брюсселе состоялся Совет Россия-НАТО. Альянс потребовал объяснений относительно ситуации на востоке Украины, а также о российских ракетных установках в Калининградской области. Москва, в свою очередь, обеспокоена натовскими кораблями в Черном море. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Повестка дня всегда начинается с Украины. Так проанонсировал заседание Совета Россия-НАТО, представитель Госдепартамента США. На брифинг уже после окончания заседания генсекретарь НАТО Йенс Толтенберг опоздал на целый час. Объяснил, разговор был длинным, откровенным и конструктивным. Начал из ситуации на Донбассе. Нарушения перемирия на востоке Украины достигли рекордного уровня. Продолжаются ожесточенные бои и до сих пор не было отведено тяжелое вооружение. Ранее ОБСЕ заявляли, что запрещенное вооружение используется почти каждые две минуты. Россию попросили объяснить, почему она признала документы псевдореспублик на востоке Украины. Еще один вопрос – размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Последние несколько лет Москва периодически их туда доставляла. Якобы для проведения учений. Последний раз в октябре прошлого года. В Госдепе США назвали это подрывом безопасности в Европе. Обеспокоились и в Германии. Если бы ракеты «Искандер-М» были размещены в Калининградской области на постоянной основе, это дало бы нам повод для большой тревоги и стало бы откатом назад в процессе обеспечения европейской безопасности. Дальность действия ракет «Искандер» до 700 километров. Управлять ими можно на всем протяжении полета, поэтому перехватить сложно. Соседи Калининградской области обеспокоены. В январе пожаловалось Дания, что ракеты из Калининграда могут достичь Копенгагена. Впрочем, они могут достать и до территорий Балтийских стран, а также Финляндии, Швеции, Польши и даже до столицы Германии. Россия на все замечания отвечала, что таким образом реагирует на размещение кораблей НАТО в Черном море. Правда, Альянс прислал сюда намного позже, чем Москва и «Искандеры» в феврале этого года. Сегодня стороны, которые после аннексии Крыма встречаются гораздо реже, объяснились друг перед другом. Российская сторона рассказала о трех новых батальонах в западном регионе России, и мы, НАТО, рассказали о четырех новых батальонах. Все это показывает нашу прозрачность и предсказуемость. Но возвращаться к военному сотрудничеству с Россией НАТО не собирается, заметил Генсек. Его приостановили еще в 2014-м. После этого поддерживают лишь политический диалог. Тем временем, завтра тут, в штаб-квартире НАТО, состоится встреча более высокого уровня. Соберутся главы МИД в стран-члены Альянса. Впервые участие возьмет также и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пригласили и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он примет участие в встрече комиссии Украина-НАТО. Елена Абрамович, Евгений Каминский из Брюсселя. Европейское бюро телеканала Интер.